Сегодня в Лобнии стали известны победители и призеры в соревнованиях по сабле среди мальчиков. Надо сказать, что спортсменов было довольно много, 163 участников из 16 регионов. По результатам выступления в группе в тур прямого выбывания отобрались 126 саблистов, двое из которых, Александр Козлов, напрямую попали в 64. По результатам сетки в первом полуфинале встретились Эдгар Александр и Даниил Валентий. Валентий нанес укол первым, но после инициатива полностью принадлежала Александр Козлов, что в конечном итоге принесло ему победу с крупным счетом. Заняв третье место, Даниил значительно улучшил свой прошлогодний результат, с чем мы его и поздравляем. Во втором полуфинале встретились Павел Мохов и Артем Терехов, которые одержали очень тяжелые победы в боях за четверку. Но в очной встрече Мохов был сильнее Артема Терехова и одержал победу со счетом 12-7. Финал, так же как и предыдущие бои на подиуме, проходил с преимуществом одного бойца. И этим бойцом был Александр, который выиграл бой со счетом 12-7 и стал двукратным победителем первенства России. Поздравляю тебя с победой. Ты уже двукратный победитель первенства России. Расскажи, какая победа тебе была сложнее в прошлом году или в этом году? Конечно же в прошлом году. В прошлом году был тысячный год. И соперники были много сильных. А сегодня у тебя, по-моему, не было вообще ни одного сложного боя. Ты как-то с соперниками очень легко расправлялся. Может быть, какие-то были сутки бои? Ну, за бой 2. За бой 2 был самый тяжелый бой, с Виоленьким. Я настраивался на этот бой еще сначала и выше. В финальном бою тоже никаких проблем у тебя уже не заметил, да? Ну, последний бой был больше на психике. Кто кого сломит. Ну, в этом, в этот раз прохожение. Я заметил, что ты довольно эмоционально эффектуешь с выкликами, да? Это ты уже накопил опыт, потому что твои соперники как-то, наоборот, поспокойнее себя ведут. Ну, в том году я немного кричал, но в этом году просто эмоции. Мой год должен как-то победить. Ну, они испытывались. У тебя были два международных турнира в этом году кадетских. Расскажи, как у них выступал, понравилось? На обоих я проиграл за 32. Ну, это международный турнир, там очень много сильных партийников со всем мира. Ну, это не мой возраст. По 2000-м я покажу себя с лучшей стороны. Какие у тебя теперь планы, какие-то турниры или сейчас можешь готовиться? В следующем году кадетский турнир по 2000-му году, первой с Россией. Буду готовиться на него. Спасибо большое, удачи, ты еще раз поздравляю. Также своим мнением о победе своего подопечного поделился один из тренеров команды Новосибирской области. Молодец, он занимается очень милым, тренируется очень тщательно. И заслуженная победа, конечно. Сегодня, то есть, он приехал в качестве фаворита и подтвердил свои последствия. Какие теперь новые цели, задачи победы? Новые цели, естественно, он сейчас уже феструет в конец концы. Он будет выступать как можно лучше. Я думаю, что, конечно, в этом сезоне он не отберется сбором России, еще доноватый. Но как можно лучше наступать в сезоне, чтобы на следующий сезон сделать себе задел. И уже со следующего сезона наступать в борьбу с сбором России. На этом соревнования по сабле в Лобне завершены. Возможно, уже в Сочи мы увидим кого-то из ребят на первенстве России среди кадетов и среди юниоров, которые будут показываться в прямом эфире. Пожелаем им с пользой привести это время, хорошо подготовиться и показать высокие результаты. Ну а завтра нас ждет шпага, девочки, личные соревнования. Продолжение следует...